Сегодня в южнокорейском Пхенчхане стартует зимняя олимпиада, где Эстонию представят 22 спортсмена. На этот раз эстонская общественно-правовая телерадиовещательная корпорация, увы, не покажет олимпийские трансляции, но у нас в любом случае будет свой человек на месте. Спортивный журналист «Радио 4» Андриан Череменин находится сейчас в Южной Корее и будет активно освещать все происходящее, в том числе в эфире нашей передачи. Прямо сейчас мы выходим с ним на прямую связь по скайпу. Доброе утро, Андриан. Доброе утро. Доброе утро, Эстония. Доброе утро, Андрей, Лена. Хотя, наверное, доброе утро в твоем случае звучит немножко дико. У нас 7 часов разницы во времени. У тебя сейчас 14.03, да? Время самое что ни на есть обеденное у нас здесь, но, честно говоря, пока еще не обедал. Готовился к первому включению, волновался. Ну что же, мы надолго тебя не отвлечем и спросим в первую очередь, каковы твои первые впечатления, где вы живете, в каком месте ты находишься? Сноуборд, можно сказать. Феникс Сноупарк. И там будут проходить соревнования по таким дисциплинам, как сноуборд, как фристайл. Мы там поселились, решили, что будем там жить довольно давно, где-то год назад, с расчетом на то, что там прямо у нас, в общем, из окон можно будет наблюдать, как выступает Келли Сильдару и как она борется за медали. Не секрет, что именно с ней были связаны наши самые главные, скажем так, единственные медальные надежды. Но так вышло, что Келли получила травму, а бронь поменять бесплатно было уже невозможно. Но ничего страшного, мы живем там, ездим сюда на автобусе, автобус ходит довольно регулярно, никаких проблем в этом смысле пока нет. А здесь, где находится пресс-центр, здесь также стадионы и места для соревнований по прыжкам с трамплина, по лыжным гонкам, по биатлону. В общем, это такой центр горного кластера, так называемого. Есть еще один кластер, прибрежный, он находится в городе Каннын. Это вот отсюда еще, скажем так, примерно столько же, минут 40-50 на автобусе. И там проходят все соревнования в крытых помещениях, то есть хоккей, шортрек, фигурное катание, конькобежный спорт. Вот такая ситуация. Не могу не спросить про погоду. Сразу хочется воскликнуть, почему без шапки, хотя снег мы видим, но ты достаточно легко одета. Как там погода? Ничего не помешает проведению соревнований? Не будет ли слишком тепло или, напротив, слишком холодно? На самом деле погода переменчивая. И сегодня первый такой вот теплый день, когда можно выйти на свежий воздух без куртки, без шарфа, без шапки и без варежек. Потому что раньше было очень холодно. Когда мы прилетели, это было во вторник, если я ничего не путаю, немножко здесь дни все смешались. Во вторник, да, мы прилетели. Было минус 18. И знаете, в этих приложениях показывает, сколько чувствуется на самом деле. Feels like. И feels like было где-то 26. Ого! В общем, мы немножко испугались и не зря, потому что следующие два дня были довольно холодные. Особенно если ты проводишь много времени на свежем воздухе, где-то на аренах, то довольно холодно. А сегодня температура поднялась до ноля. И вот сейчас я перед эфиром посмотрел, наверное, солнце влияет, солнце светит и плюс три показывало. Что касается соревнований, то снега на аренах предостаточно. Здесь вот прямо, скажем так, на асфальте его не видно. Давно снегопада, наверное, не было. Все убрали. Но вот за моей спиной вы видите, есть снег. Есть снег также там, где проходят соревнования. Это здесь, на самом деле, довольно близко. Так что... А, и в будущем, в ближайшие два-три дня опять обещают похолодание. Так что нормально. Зимняя олимпиада, все в порядке. Ну скажи, пожалуйста, мы с сожалением уже говорим не первый раз о том, что прямых трансляций наша корпорация не будет делать. Тем не менее, что позволяет твоя аккредитация? Позволяет ли она тебе бывать на аренах, общаться со спортсменами на месте состязаний? Прямо на месте состязаний не позволяет. Ну точнее, она позволяет мне с ними общаться, но не записывать это, во всяком случае, не на видео. На видео записывать нельзя, как только увидят камеру, на которой нет специальной наклейки, разрешающей съемку. А у нас таких наклеек нет, по известным причинам. Сразу же, ну первое будет предупреждение, а потом, в принципе, могут и аккредитацию отобрать. То есть здесь никто церемониться не будет. Общаться со спортсменами, так сказать, для себя и пересказывать потом не проблема. Можно также записать, скажем, на телефон. И, в принципе, для радио это годится. На радио микрофон уже я бы не стал рисковать, потому что тоже могут быть проблемы. Поэтому мы, представители ЕРР, договариваемся со спортсменами, с тренерами, с руководителем нашей делегации и встречаемся со спортсменами до соревнований отдельно, то есть не на Олимпийской территории. Ну буквально выходим за ворота, ставим камеру и записываем интервью. И после соревнований точно так же они идут нам навстречу и выходят за пределы арены, за пределы Олимпийской деревни. И все эти интервью на эстонском языке в основном, потому что большинство спортсменов в этот раз не говорит по-русски. Что-то и по-русски с Татьяной Маннима, например, я уже записывал интервью перед стартами. Это все можно увидеть в новостных программах, в актуальной камере, собственно говоря. Ну что ж, Андриан, спасибо. Напоследок только коротко спрошу, как там обстановка в связи с сообщениями о норовирусе, который якобы косит сотрудников службы безопасности. Мы вчера читали новость, что 1200 человек даже были отстранены от охраны Олимпийских объектов из-за этой болезни. Ну честно говоря, о норовирусе, как и об угрозе Северной Кореи, мы больше узнаем, скажем, от наших друзей в Эстонии. Может быть, норовирус немножко другая ситуация, все-таки это касается реально здесь всех, все немножко настороженно. Но нельзя сказать, что все теперь боятся где-то что-то есть, пить воду. Просто меры предосторожности, дополнительно моем руки. В общем, все, как учили еще в детском саду. Помыть руки тщательно, 30 секунд, и все будет в порядке. Правильно, правильно. Будьте здоровы и до связи тогда в понедельник. Спасибо Андреану Череменину, который был с нами на прямой связи по скайпу.